Мы сейчас будем делать макияж каждому с этой стороны. Как он решил создать свой бренд? Где же принц? Мы его ждем. Как он решил поучаствовать в своем первом чемпионате? Яркий макияж и не мудовый. Он уже захайлайтерил мой нос. Ну, конечно же, брови. Так и знал. Дермакон? Не может решить, какая страна лучше. Здравствуйте, Накрасьте! С вами Аня Кравченко и вы на моем канале. Сегодня мы с приглашенным визажистом будем делать очень интересное задание. У нас будет одна модель, Виктория, на которой мы будем делать вдвоем макияж, каждый на своей стороне. Задание сделать секси-майкап с самыми любимыми средствами, именно мастхевами. Итак, угадайте, кто у нас сегодня будет. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дун, то должна быть барабанная бровь и бровь. Дробь. Итак, барабанная дробь и с нами сегодня Доминик Роберт. И здесь должны быть аплодисменты. Доминик? I'm waiting you. Hello, hi, hi, hi. Так. Это наша модель. И мы сейчас будем делать макияж, каждый на своей стороне. Чтоб, да, люди не думали, что ты разговариваешь женским голосом. У нас есть транслейтер. Начинать будет с контура. Будет делать контур на лице, модели. И немножко хайлайтера поставит. А потом брови, а после брови уже глаз. Это твой любимый хайлайтер? С многих, да. Он один из любимых. А я сразу начну с глаз. Контур делаю в конце. Прочесала брови, посмотрела, насколько они у меня могут быть широкими. И сейчас начну делать глаза. Сразу расскажу о продуктах, которыми буду работать. Итак, сначала у меня будет база под макияж. Праймер Шедл от Вайкон. Я ее очень люблю. Она очень плотная и классно. Закрывает абсолютно все недостатки. Она уже идет с цветом. Дальше будет Кинг Атениц, номер 13. И будет подводка Инглот. Ну что, поехали. Как он решил поучаствовать в своем первом чемпионате? Кто его надоумил на это? Уже, когда он начал участвовать в чемпионатах, он уже работал визажистом больше, чем 10 лет. Потом пошла какая-то искра, и он просто захотел этим заниматься. И тогда тудышний его мастер, который учитель, мастер, сказал ему, что если ты не будешь участвовать в чемпионатах, тогда ты не профессионал. Это он сейчас нарисует и будет ждать чудо. Я использовала палитру Marc Jacobs, мне она очень нравится. Она очень пигментированная, поэтому прям must have, must have. И форму простроила Бобби Браун консилерами, потому что они очень хорошо входят в кожу. И тоже очень люблю этот продукт. Это тоже из моих must have. Практически весь макияж я делаю на кистью. И это тоже жутко. Если мне скажут взять одну кисточку и сделать одну кисточку make-up, я, наверное, возьму эту кисточку. Это элан пятерка из козы, которую можно сразу и наносить, и подтушевывать. Я знаю, у Доминика тоже есть свои кисти. Как он решил создать свой бренд? Он всегда был влюблен в разные кисточки. Его очень сильно раздражало то, что не было подходящих кистей, которые ему идеально подходили бы для работы с макияжем. И он собрал все кисти со всего мира, которые ему нравились, и создал свою коллекцию кистей. А я взяла черный, я делаю, на самом деле, это помада от Sephora, и я выстраиваю все тени именно черной помады. На нее суперкруто ложатся любые тени, и она очень хорошо тушуется и не сыпется. Ведь у нас модель уже затонирована, но все очень чистенько, я даже ни разу ничего не вытирала. Какие у него самые любимые продукты, вот пять любимых продуктов, без которых он бы не поехал, например, никуда, там, на съемку и так далее? Больше, чем пять. Одно из его любимых – это подводка. А что это за подводка? Банай. Этот крем для века, черный, с этим можно делать чудеса. Третий любимый продукт, к сожалению, остался дома. Порошок с блестками. А, ну как ппшка. Как первомутровая пудра. Да. Ice Gold Collection от Банай называется. Бальзам для губка Carmex. Это одно из его фаворитов, любимых продуктов. Последний продукт, который его любимый – это тональный крем. Париж-бренд? Да, французский бренд. Вот, например, вот эта, одна из любимых. За три минуты он делает идеальный тон. Это и для тона, да? Да, для тона. Какие салатные, да? Нравится ли ему, вообще, ему, Доминику, ярко накрасенной женщине? В том случае, если этот макияж делал вам хорошо, тогда да. А если нет, тогда, естественно, не нравится. У меня муж каждый раз мне говорит, я так тебя люблю, естественно. А потом, как он меня видит, когда я накрашена, он говорит, боже, какая ты красивая. Я готова. Он уже захайлайтерил мой нос. Кейсвот. Бегайлайтер. Это да, злорает. Красиво. Ну и он сып. Не может решить, какая сторона лучше. Красивее. А для того, чтобы помочь нам решить, какая сторона лучше, пишите в комментариях, какая вам сторона понравилась больше, и как бы вы назвали этот макияж, либо пишите смешные комментарии, и за лучшие комменты мы тоже подарим вам такой подарок. Який макияж, а не нюдовый? Ацент на глаза, а не на губы? На глаза. Готит у лучшего визажиста в мире или 500 тысяч долларов? Лучший визажист мира. Бокал белого или бокал красного? Красного. Ночная жизнь или домашняя посиделка? Движуха. Движуха. Уху. Болинсяга или Гуччи? Болинсяга. Так и знал. Дермакол? Стяжелый? Никакого гучи. Никакого. Дермакол или Диор? Дермакол. Анджини на Джоги или Дженни Фарнистон? Анджини на Джоги. Джоги. Миссажист мужчина или женщина? Мужчина. И последний вопрос. Красивые брови или большая грудь? Да. Ну, конечно же, брови. Конечно же, брови. Да, почему? Нет. Так, супер. Спасибо большое за то, что вы сегодня смотрели нас с нами. Как будут на Венгерском? Спасибо. Спасибо и подписывайтесь на мой канал на Венгерском. Все тормара. Ставьте звоночек, колокольчик, ставьте палец вверх и обязательно пишите комментарии. Если будете писать плохие комментарии, будут минут 10 кармины. Понятного? Все, до следующего выпуска. Всем пока. 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 Все, супер. Субтитры сделал DimaTorzok